Скутоид Геометрия – это раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. Геометрическое тело и есть абтракция, в которой сохраняются лишь формы и размеры в полном отличении от все других свойств. Стереометрия – это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве. Древние греки считаются основательными стереометрией, и Пифагору были знакомы тетраэдер, куб и додекаэдер. Платон – это тела. Основоповодником стереометрии, как отдельный вид математической науки, считается Евклид. Архимедово тело – это высокосимметрично полуправильный выпуклый многогранник. В химии имеют место геометрические формы. Кристалл называют твердые тела, образующиеся в природных или лабораторных условиях, и имеющие вид многогранников, которые напоминают строгие геометрические построения. Все в природе стремится использовать минимум энергии, так как шар требует наименьшее количество энергозатрат. Но многие вещества стремятся принять форму шара – хтуть, вода и глицерин. Цилиндр – это кость, сосуд, нерв и степель. Форма конуса – это в основном раковины некоторых моллюсков, шляпки, грибов и сердца. Шар – это ягода, морской еж, рыба – фугу, икра. Тетраэдер – это гречка. Пирамида – это тополь, кипарис, цветы. Водорсель Вольвекс – один из простейших многоклеточных организмов, представляет собой, на первый взгляд, сферическую оболочку, но это многогранник. Скелет одноклеточного организма Феодарии по форме напоминает экосаэдер. Пыльца растений – это строгие геометрические формы. Бактериофагия – это бактериальные вирусы, которые вызывают разрушение бактерий. Биофагия – это вирусы и косаэдеры. Клетки в организме высших существ имеют очень разные формы. Нейтроны похожи на участие звезды. Эритроциты – это плавающие в крови диски. Кости похожи на неправильные пористые соты. Эпители бывают плоские, кубические и цилиндрические. И другие. Ле Карбузье летом 2018 года. В группе исследователей США удалось обнаружить совершенно новый вид клеток человеческого организма. Оно было описано впервые в июле 2018 года. Работы шли под руководством Хабьера Бучета. Кожа – это самый большой орган на теле человека. Клетки эпители – это строительные блоки структурной ткани, формирующие внешние и внутренние слои кожи. Авторы более ранних исследований считали, что клетки эпители имеют форму призмы или бутылки усеченной пирамиды, называемые фристами. Северские ученые проявили компьютерное трехмерное моделирование методом 3D-имитации клеток кожи и создали математическую модель. Специалисты использовали диаграмму Воронова. Диаграмма Воронова названа в честь Георгия Феррадосевича Воронова. Команда ученых выделила новую геометрическую пространственную форму. Она похожа на призму, но одно основание имеет 5 селебр, а другое – 6. Так, в 2018 году было совершено открытие в стиле метрии новой пространственной фигуры, которая не встречалась раньше, не была описана и не имела названия. Он присвоил открытие фигуре название «скутоид». Она из сторон скутоид имеет форму небольшого треугольника и напоминающего скутелемму жуков. Клетки были обнаружены не только у человека, но и в тканях некоторых других живых существ. Используя микроскопию и компьютерную визуализацию, команда подтвердила, что клетки были действительно принципиально новой устойчивой геометрической структуры. Вычислительная клеточная биология. Было доказано, что эта новая обнаруженная форма позволяет клеткам тканей не прогреждаться при деформации и обеспечить гибкость структуры, то есть стабилизировать клеточную упаковку. А также поддерживать максимальную стабильность при минимальных затратах энергии, то есть минимизировать расход энергии. Биологи доказали, что клетки, ответственные за формирование кожи и стенок органов, принимают форму скутоидов. Это открытие может помочь создать точную копию природных тканей. Может помочь создать подложку для стимуляции подобной упаковки клеток. Также точно имитируя природный способ эффективного развития тканей. Комментирует важность открытия гучета. Роджер Бекон. Английский философ и естественный испытатель. Скутоид это геометическое тело, заключенное между двумя параллельными поверхностями. Как видно на иллюстрации, одно из оснований скутоиды имеет 6 граней, а другое 5. На одной стороне фигуры граней на одну больше, чем на другой. Скутоиды имеют по крайней мере одну вершину между этими двумя параллельными плоскостями. Это призматоид, к которому была добавлена одна дополнительная вершина среднего уровня. Фигура, которая напоминает призму с усеченной вершиной. Вершина двух конечных многоугольников соединяется либо прямой, либо Y-образной связью. Скутоиды не обязательно являются многогранниками, потому что не все их боковые грани могут быть плоскими. Скутоиды не обязательно выпуклые тела, поэтому несколько скутоидов могут упаковываться вместе, чтобы заполнить все пространства между двумя параллельными поверхностями. Не получена до сих пор формула для вычисления объема, площади поверхности скутоида, также не изучена развертка поверхностей и не изучена форма сечений. Два физика из Великобритании и Ирландии решили найти скутоиды в неживой природе, на что их натолкнуло наблюдение пены от морских волн и в бокалах с пивом. Мыльная пена образует геометрические формы, похожие на скутоиды. Также Луис и Скудера сравнивают скутоиды со строительными блоками и деталями лего. Сейчас физики и инженеры обсуждают прогресс в иных областях, например, в строительстве. Возможно, скоро мы научимся строить из кирпичей скутоидов, самые прочие на свете стены, для домов, которые не разрушаются в зонах землетрясений, торнадо и других нестабильностей. Математика – это искусство давать одно и то же имя разным предметам. Анри-пон-каре. Скутоид – это новое пространственное тело и стереометрия. Это сразу двойное открытие в области математики и биологии. Новые открытия на стыке наук биологии и стереометрии сумели соединить мир молодых и быстроразвивающихся медико-биологических наук с фундаментальной и традиционной математикой.